Пенсионерам НАО необходимо подтвердить право на получение региональных доплат к пенсии. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 3108 рублей и 3500 рублей. Перерегистрация проходит до 1 апреля, если право на выплату подтверждается впервые, то заявление нужно подать не позднее, чем истечет год с момента назначения выплаты. Отчет идет с первого числа месяца, в котором было подано заявление. Напомним, региональные доплаты к пенсии в размере 3108 и 3500 рублей назначаются гражданам, чей индивидуальный доход не превышает трехкратную величину прожиточного минимума. В Ненецком автономном округе это 66 657 рублей. Гражданам, достигшим 70 лет, к 31 марта включительно, перерегистрация не требуется. Для подтверждения права на получение региональных доплат окружным пенсионерам необходимо обратиться в МФЦ или отделение социальной защиты населения, либо получить услугу в электронном виде, направив соответствующие заявления и необходимые документы через региональный портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа. Напомним, жители региона в возрасте 60 лет и старше могут получать услуги МФЦ на дому. Для вызова специалистов необходимо позвонить по телефону МФЦ, предоставление государственных и муниципальных услуг 2-19-10, сообщить свои данные и наименование нужной услуги. Выезд на дом будет осуществлен в порядке очереди. К заявлению на перерегистрацию необходимо приложить следующие документы. Для работающих граждан сведения об индивидуальном доходе за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Для неработающих пенсионеров – копию трудовой книжки. Долги населения за квартиры, предоставленные по социальному найму, остаются высокими. Управление городского хозяйства в Наринмаре вынуждено взыскивать долги через суд. На конец 2020 года задолженность горожан по социальному найму составляет 1 млн 856 тысяч рублей, сообщает пресс-служба города. С должниками велась серьезная претензионная работа – от предупреждений нанимателя муниципального жилья до обращения с исками в суд. С начала 2020 года в судебные органы Ненецкого округа направлено 113 заявлений на сумму свыше 1 млн рублей. По 83 заявлениям принято решение о взыскании задолженности на 910 тысяч рублей. Кроме того, нанимателям направлено 660 претензий с требованием погасить задолженность по коммунальным услугам перед управляющими компаниями на сумму свыше 16 млн рублей. Годом ранее долги перед управляющими компаниями по квартирам социального найма составляли почти 12 млн рублей. Для справки, на сегодняшний день в муниципальной собственности находится 1267 квартир. С 5 по 8 марта в Ненецком округе пройдет пятая женская экспедиция на край земли. В ней примут участие шесть девушек. Первая экспедиция, организатором которой стал Владислав Ваучейский, прошла 8 марта 2015 года. С тех пор такие путешествия стали ежегодными. Команду нынешней экспедиции из шести участников набрали за два дня. Большее количество людей негде размещать. В этом году девушки отправятся в Виндигу. 7 марта попадут на фестиваль «Корешки», а 8 марта вернутся обратно в Наринмар. В столице Ненецкого округа и еще в 63 регионах нашей страны открылась федеральная выставка без срока давности. На ней представлены архивные документы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Дата открытия выставки выбрана не случайно. 8 февраля, 75 лет назад, на Нюрнбергском трибунале соступительной речи к судьям обратился главный обвинитель от СССР Роман Руденко. Его выступлением открывается последний, четвертый блок доказательств преступлений, совершенных немецкими военными преступниками. В основу каждого стенда вошли фотографии и архивные документы, собранные из федеральных и региональных архивов. Это более 7 тысяч свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. На выставке представлена лишь малая часть. Выставка открыта в рамках проекта без срока давности, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Проект признали лучшим научным проектом года памяти и славы и удостоили национальной премии Победы. Она присуждается за достижением в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Выставка работает в фойе второго этажа Дворца культуры Арктика. В связи с низкой температурой, 39-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Ненецком автономном округе переносится на 14 марта 2021 года. Об этом сообщили в спортивной школе Олимпийского резерва «Труд». По положению, утвержденному окружным департаментом образования, изначально спортивные состязания должны были состояться 13 февраля на лыжной базе спортшколы «Труд». В положении также отмечено, что в рамках соревнований можно выполнить нормативы ГТО по лыжным гонкам в соответствии с возрастной группой. Для этого необходимо при регистрации сообщить суде о зачете результата для выполнения норматива ГТО. Спортсмены соревнуются в девяти дистанциях от 500 метров до 10 километров. Спортивная школа Олимпийского резерва «Труд» осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет средств государственной программы Ненецкого автономного округа развития физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе на 2021 год. В 2021 году статус предпенсионера среди северян получат женщины 1970-1973 и мужчины 1965-1968 годов рождения, сообщили в прислужбе отделения Пенсионного фонда России по Архангельской области и Ненецком автономному округу. Этот статус появляется не более чем за пять лет до достижения пенсионного возраста и дает определенные льготы. Для предпенсионеров федеральными и региональными законодательствами определены льготы и миросоциальной поддержки, предоставление двух дней на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы, гарантии трудовой занятости, освобождение от доплаты имущественного и земельного налогов, повышение пособия по безработице. Отметим, что у женщин, родивших двух и более детей и выработавших необходимый северный стаж, предпенсионный возраст наступает в 45 лет. Для многодетных матерей, родителей детей-инвалидов с детства, в 45 лет у женщин и в 50 лет у мужчин. За получением льгот необходимо обращаться в ведомство, которое их предоставляет – налоговая инспекция, центр занятости, органы социальной защиты населения или к работодателю. При этом посещать пенсионный фонд для получения справки, подтверждающей статус предпенсионера, гражданину не требуется. Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, ведомство получает по каналам межведомственного и электронного взаимодействия. Получить справку, подтверждающую статус предпенсионера, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале Госуслуг. Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, который запретит высаживать несовершеннолетних безбилетников из общественного транспорта. Норма будет действовать в отношении детей и подростков до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Инициатором законопроекта выступила партия «Единая Россия». Вопрос был поднят еще в 2019 году, после нескольких резонансных случаев в регионах, когда кондукторы высаживали детей безбилетников зимой и в темное время суток из автобусов, и тем самым подвергали опасности их жизни здоровья. В ряде регионах в 2019 и в 2020 году уже были приняты соответствующие законы или регламенты, которые запрещают высаживать детей из транспорта. Но, тем не менее, в правительстве согласились с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, что нужна федеральная законодательная норма, направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Соответствующий законопроект был разработан к обминам и внесен в парламент. В Ненецком округе нет аналогичного регионального закона. В то же время автотранспортное предприятие «Анринмара» по согласованию с гороадминистрации приняло внутренний регламент, запрещающий высаживать детей и подростков из автобусов. Кондукторы проходят соответствующий инструктаж ВТП, их обеспечивают памятками, чтобы избежать инцидентов.